Здарова, попрыщики! У микрофона я, Никита Стриж. Короче, у нас сегодня будет ночной патруль. Вот, в ночью я очень редко когда выходил в патрули. Я думаю, ну это было бы, наверное, интересно. Меньше всяких школьников, которые любят подэмить. И, возможно, будет хоть какой-то ночной гейм. Посмотрим, что из этого выйдет. Прошлый ролик, это, конечно, был максимально ужасный вообще. Весь патруль был максимально какой-то тоже ужасный. И все меня просто максимально раздражало. Кстати, можно дождь включить на этой сборке. Он, в целом, красиво смотрится. Но конченый. Вот едет человек в АФК. Чтобы нормально просто обогнать, он просто, ну, таранит меня с помощью АФК. Ну, зачем? Короче, вот, да, включим дождь. Я думаю, выглядит довольно симпатично. Вот так вот время включим, чтобы чуть посветлее было. Чуть-чуть посветлее было. Потому что темновато. Как-то вообще неприятная картинка. Ну, вот с дождем, вот в такое время, в принципе, довольно все выглядит симпатично. Конечно, так же опять звуки багаются. Дождя ничего нормально не слышно. Ну, вот, пожалуйста. Я вроде говорил, что школьников вроде нет. Но они до сих пор как бы есть. Ну, заняться человеку нечем, вот. Ну, весело, наверное. Вот, наверное, Тринити это единственный проект, на котором существуют подобные игроки. Я не знаю. Я вот на многих проектах побывал, но нигде такого не видел, чтобы вот подобные вот игроки просто существовали. Которые реально так катаются толпой и просто всем мешают специально. Это, конечно, реально вот это самое удивительное, что есть на Тринити. Серьезно. Вот если какой-то просто рандомный человек зайдет на Тринити, который ни разу здесь не играл, он просто, ну, удивится, кто эти люди, почему они это делают. Что-то маловато, да, людей. Вообще, онлайн сейчас ночью, ну, ближе к ночи уже, сейчас только 11.16, ну, 23.16 по времени. Вот, сейчас время почти 300 человек. В целом, вроде нормально, а вроде бы как бы и нет. Но я думаю, сейчас что-то найдем. Вот здесь вот машинки стоят, можно тут подкатить. А, ну, они даже не играют, они так общаются просто, что собирают сборку себе, я понял. Я просто покатался, их игнорировал, и они уехали. Ну, это максимально рабочая тактика, серьезно. Если просто игнорировать, они понимают, что им все неинтересно, они уезжают. Это, ну, это база. Эта тактика работает всегда. Вот я сколько вот говорю об этом в видосах, вот эта тактика всегда рабочая. Просто игнорирую, и все, пройдет там минут 10-15, все, они отстанут. И вот они уехали. Наконец-то. Теперь можно спокойно покататься. Что это такое? Инферну с мигалками? Что это, блядь? Что это такое? Что это такое? Откуда тут Инферну с мигалками? Это вообще законно? Робертсон. Это номера еще именные стоят. Это, короче, видимо, может какая-то админская тачка, я не знаю. Либо какая-то лимитированная коллекция типа машин. Ну, ладно. Но за такое, конечно, можно арестовать. За то, что он использует спецсигналы на машине. Они вернулись. То есть они сели на Султана и вернулись. Ладно, окей. Ну, будем дальше, значит, их игнорировать. Я там, в принципе, катаюсь, наслаждаюсь графикой. Кстати, если кому интересно, на этой сборке у меня мало FPS, потому что у меня еще 2К разрешение стоит. Вот. Да и сама, по сути, эта сборка не оптимизирована. Потому что, ну, сами понимаете, в игре используется одно ядро. И чтобы оптимизировать такую сборку, именно с такой графикой, нужно задействовать, как минимум, ну, ядра 4, наверное. Но, учитывая, что это игра на движке, там, какого, 2003-2004 года, тут используется, к сожалению, только одно ядро. Поэтому вот столько вот мало FPS. FPS у меня вот, блядь. 30 FPS у меня. 30 FPS, конечно, да. Там, кстати, чел без фары едет в ночное время. Можно его остановить, в принципе. Ой, ну, они сейчас просто мешать будут, да. Ну, короче, просто игнорирую их присутствие, да и все. Ладно. Докладывать не буду, особо смысла нет. О, так. Доброй ночи, сэр. Сэр, у вас выключены фары в ночное время суток. Можно вашу ID или лицензию на вождение? Держит руки на руле, глазея на Ника. В машине играет Outcast, мистер Джек. Понял. Сэр, сломаны. Я понял, передайте ваши документы, пожалуйста. Ага. Ну да, лицензия, так. Ну да, логично лицензия, что есть. На Тринити без лицензии-то на машине не поездить, к сожалению. Такого возможности нет. Система просто не даст тебе ездить на машине без лицензии. Ну, это логично. Сломаны, говорите. Да-да, сэр. Можете попробовать их включить. Кивая тому, нажимая на кнопку включения света. Ну да, вижу, что не работают. Хорошо. Включите аварийный сигнал и проследуйте до мастерской со скоростью не более 20 миль в час. На первый раз предупреждение. Возвращаю документы Кевину. Всего доброго. Ну, я не знаю, они вроде как бы не так сильно мешают. Как бы, да. Но, блин, их присутствие очень сильно напрягает то, что они постоянно катаются за мной. Вот. Это только напрягает. И, ну, это портит, во-первых, атмосферу. Самой игры. То, что они постоянно катаются. Во-вторых, ну, реально напрягает. То, что они могут просто в моменте начать демить. Конечно, меня дем уже не так сильно пугает, как бы. Я уже такой парень закаленный. Я уже к этому отношусь, ну, так, чисто, блядь, на пассиве, так сказать. Я не знаю, лояльно, что ли. Ну, типа, убили и убили. Ну, пусть радуются. Но они просто катаются что-то за мной. Я не знаю, зачем. А мне интересно, если я поеду куда-нибудь вот в центр города, кого-нибудь остановлю, он там будет ролеплей играть? Просто на Тринити самое, ну, более-менее РПшное место это Гетто. Да, там много и шутерков всяких. Блядь, они меня нашли, они про... Ну, они, видимо, СВХ гоняют. Вот, мне, короче, интересно, есть ли тут кто-кто играет ролеплей именно вот в этом районе. Если я сейчас кого-нибудь остановлю, он будет отыгрывать? Я более чем уверен, что он просто погоняется от меня. Либо, если я его остановлю, он просто будет, ну, писать какой-то бред в отыгровках. Ну, сами понимаете, Тринити это все-таки проект, на котором играют, как и всякие фармилы. Вот, кстати, можно докопаться до парня, который стоит на байке возле магазинчика. Давай, парень, останавливайся. Так, погоди, реально становишься? Ну, давай, поварим. Доброй ночи, офицер полиции Шар. Почему без шлема передвигаетесь на мотоцикле? Вновь помогает офицеру, бортует нарушителя. Ну, пацаны, ну, я понимаю, что, блядь, ну, зачем? Ладно, я уже понял, что это не какие-то ДМщики. Просто типы катаются, что-то типа отыгрывают. Ну, зачем? Я не понимаю, какой смысл с этого? Потому что уже на полпути сюда прямо... Чего? Потому что он... Потому что он уже на полпути сюда прямо с родины маленьких желтых человечков. Чего? Не уверен, что понял вас. Проще говоря, я только заказывал... Ээээ... Проще говоря, я только заказал новый шлем. Старому пришел конец, а по делам ездить надо. Ага, сэр. Вы употребляли что-нибудь, прежде чем сесть за руль? Я думаю, сейчас можно будет провести небольшой полевой тест на алкоголь. Заодно покажу вам, как это делается, если кто не в курсе. Конечно, это все в рамках отыгровки будет. Конечно, он не пьяный, скорее всего. Ну, просто. Ни разу, мне кажется, ваши помощники... Ай, неважно, не употреблял я ничего. Окей, можете слезть в байку? Проведем небольшой полевой тест на алкогольное опьянение. Хорошо, займет меньше пяти минут. Блядь, ну серьезно, вот. Где он, куда он поехал теперь? Куда... Вот где мне его искать? Ага, все, по-моему, вроде там налево поехал. Куда-то по Сейнс Бульвар. Я не уверен, что я его сейчас найду. Скорее всего, да. Все, он уехал. Ну вот, как бы. Ну, просто чел уехал, вместо того, чтобы поиграть со мной. Ну, ладно. Ну, как бы он уехал, что-то отыграв. Типа, написал, что он там... Нет, мужик, не могу, мне пора, надеюсь, что это наша последняя встреча. То есть, ну... Ну, потерял, так потерял. Что поделать? Ну, ладно, сейчас... Блин, у меня дверь вот эта открытая напрягает сейчас надо. Ну, ладно, я думаю, еще мы этого соло-портера найдем. Правда, я его не уверен, что его догоню. Потому что он на байке, а я на машине. Но я думаю, что мы его еще найдем. Там просто нужно будет покататься сейчас по... Также по центру города. Там можно будет его обнаружить. Там вызов поступил. Срочно приезжайте. Убийство. Ну, давай, как бы, съездим. Типа, чё бы нет. Как бы, можно и съездить на вызов. Why not? Может, будет что-то интересное. Еду я без сирен. Просто маячки включил, чтобы атмосфер не смотрелось. Поехали на вызов. Находится в районе East LS. Ну, это вроде Баласа, да, которые... Если я не ошибаюсь, Баласа, которые играют в 88-й год. А, это даже на баскетбольной площадке. Ага. Но тут, скорее всего, сейчас будет что-то страшное происходить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. ФБР гоняется, стреляет в кого-то. А, ну вот, это эти отстейканцы, которые играют нормальный год, нормальную банду. Не всякие Нью-Йорки там, не... Ну, я так понимаю, тут, видимо, ложные, да? Можно сейчас будет пообщаться с ребятами. Надеюсь, они адекватные парни. Ну, и дамы, которые там, вон, Эмилия Уоррен имеются. Давайте подойдем. Там кому-то огонь открыт, по рации говорят. Доброй ночи, господа. Поступал звонок у убийства. Что-нибудь слышали? Он ее трахнуть хотел. Ого. Он ее раком поставить хотел. Он здесь ударился. Я не знаю, кадык жмет. Задыхается на улице из-за выбитого кадыка. Показывает пальцем офицеру на область кадыка. Так, я забросил дополнительное подкрепление, потому что я один, а здесь людей очень много. А медики вообще есть? Не интересно. Ну, заместитель есть? А, как тут много людей, как меня окружают тут со всех сторон. Чат летит, я не успеваю ничего читать. Начинает терять сознание из-за нехватки воздуха, пытается держать глаза открытыми. Я не знаю, я не специалист в медицине, я не знаю, как мне сейчас отыграть, чтобы он мог дышать. Типа, наверное, нужна маска, которая позволяет дышать ему. Вот эта маска Анбу, или как Анбу? Анбу, я не помню, как она называется. Так, я отыграл, что я взял сумку БЛС. Направляюсь на запрос. Вот, 1L5, код 3 недоступно. О, подкрепление есть, замечательно. Мэм, оставайтесь на месте. Сюда приедет детектив, она задаст пару вопросов. Окей, достает из сумки кислородную маску, надевает его на лицо. Вон к ней приставал этот парень, кивает на Эмилию Уоррен. Начинает дышать от ингалятора, все равно не хватает воздуха из-за выбитого КДК. Куда ты едешь, бро? Что ты делаешь, Шкипер Коллинз? Так, продолжает делать нажатие на кислородные маски, ожидая приветств, скорая помощь, убирая... Ты кто, женщина? Ребекка Зиммерман. Куда ты пришла? Что тут происходит? Что так много людей тут? Вроде ночи, а людей реально много. На, браток, я ему напоследок перед смертью дал 10 тысяч. Он там просто деньги просит на тачку. Обхватывает и уже сделал резкий свой... Вправляет тому... Кому ты вправляешь, Кадык? Берет Ребекку за руку, отводит его в сторону от парня. Ты что делаешь, кому ты Кадык вправляешь, слышишь? Так, там пока Дедагдив общается вот с этой Эмилия Уоррен, резко приподнимает голову, приходя в сознание недопонимание, что произошло, начинает понемногу дышать сам без ингалятора. Вообще, Кадык вот так вправить можно, типа, если тебя его выбили? Это какая-то жесть. Блядь, так и убить так-то можно. Если бы он умер после его действия, то меня бы посадили, потому что я присутствую на этой ситуации, я должен был не допустить, чтобы она к нему подошла. Ладно. Опять же, я не специалист, как бы, в медицине, поэтому, ну, ко мне минимальные вопросы. Кай, кай, лё, тубер, я тебе уже дал 10 тысяч, что ты сюда лезешь, попрошайничаешь, иди отсюда. Да, 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 вон Мухаммад уже, ну, прав, по факту фактит. Показывает же, что все окей. А, ну окей. Но если все окей, то поднимайся в таком случае, если можешь. Спасибо большое, нахер буду дома сидеть, больно надо такие причуды. Увы, ты пока в участке посидишь, ты задержан. Поднимайся, руки за спину. Ой, кай, лё, тубер, тебе уже дали, ну, тысяч 30 где-то, наверное. 11к теперь ему не хватает, ему теперь... Ему 4к не хватало, теперь ему 11к не хватает, вы гляньте, а? Разворачивает лирог к себе, надевает на его руки наручники, да? А чё, за что меня, эй, эй? Ты задержан, тебя обвиняют в попытке изнасилования, пока не арестован, а задержан. О, паренька-то вяжут, вот это поворот. Шарп, это вообще не тот. В смысле не тот? В прямом, как мне описали свидетели, то нападавший давно ушёл, как и пострадавшая. А, понял, добро. Извини, парень, снимает наручники с лероя. Поднимает сумку БЛС земле, относит её в крузер. Всё, можно покидать этот дурдом, потому что, ну, это ужас. Что за день? Второй раз в участок подозрения, что на изнасилование. То за избиение, да вы гоните. С негативом палит на копов. Ну, такова жизнь, браток. Шо происходит тут? Что за дурдом? По факту, парню просто так втащили в ложном обвинении, а кто напал, тоже никто не видел. Ну, тогда в таком случае разъезд? В таком случае, да, расход. Ну, всё тогда. Ну, тогда всё, спасибо за помощь. Давай. У меня крузер пропал, надо в инду перезайти. Надо стробоскопы нормальные поставить, которые не сами активируются, потому что из-за этого машины пропадают, а которые активируются на клавишу. Ситуация окончена. Но я удивлён, что в это время кто-то играет, конечно, это удивительно. Ну, а на этом моменте ролик подошёл к концу. Спасибо, что досмотрели его до конца. Обязательно поддержите это видео своим лайком и комментарием, ну и подпиской на мой канал, если вы ещё не подписаны. Потому что ваша подписка для меня очень важна, потому что, ну, честно говоря, я уже хочу добить 15 тысяч подписчиков, это было бы очень хорошо. Ну и, конечно, играйте с вами вместе на Trinity RP. Все подробности о проекте имеются в описании под этим роликом. Там же будет IP-адрес, форум и мой промокод это хэштег Strysh, который даст вам 50 тысяч игровой валюты. Это очень хорошие деньги на Trinity, так что начинайте играть прямо сейчас. Ну и, конечно, если вы хотите, то играйте с нами также в фракции полиции. Там подавайте заявление в Академию или на Backhome. Ссылочка на нашу фракцию также будет в описании под этим роликом. Ну, у микрофона был я, Никита Стриш, и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok